Всем огромный привет, друзья! Вы на канале в гостях Уанушки. Сегодня я готовлю творожный кекс. Тесто для этого кекса готовится очень просто. Кекс получается очень нежный, он влажный и абсолютно не крошится. Сегодня в тесто я буду добавлять лимон. Если не хотите использовать лимон, добавляйте любимые сухофрукты. Все продукты для кекса должны быть комнатной температуры, также заранее сразу включаем духовку на 180 градусов. Тесто готовится очень быстро. Первым делом нужно подготовить лимон, для этого я его разрезаю пополам и при помощи чайной ложки я выдавливаю весь сок и мякоть лимона. Также лимон можно нарезать на дольки и всю мякоть отделить руками. Теперь в лимон я добавляю примерно 1,5-2 столовые ложки сахара из общего количества и хорошо все перетираю. Лимон с сахаром пока убираю в сторону и начну приготовление теста. Для теста я беру 100 грамм мягкого сливочного масла. В масло всыпаю сахар, по рецепту идет 220 грамм, это 11 столовых ложек. Почти 2 столовые ложки я всыпала в лимон, поэтому беру примерно 9-10 столовых ложек, не полных. Еще добавляю щепотку соли и ванилин. Мы очень любим аромат ванилина, поэтому я добавляю целую пачку. Вы можете добавить половину пачки. Теперь все это нужно перемешать до однородности, удобнее всего это сделать при помощи миксера. Если миксера нет, делайте это все обычным ручным венчиком. Дальше в чашу миксера я добавляю творог 280 грамм. У меня творог вот такой вот крупный, поэтому я его пробиваю блендером. Если не хотите этого делать, покупайте сразу мелкий творог. Творог выбирайте 9-12% жирности. Снова все хорошо перемешиваю до однородности. Когда масса станет однородной, по одному добавляю 3 яйца. Получается вот такая вот жидкая масса. Теперь сюда добавляю лимон, все хорошо перемешиваю и буду добавлять сухие ингредиенты. Теперь в чашу миксера я просеиваю муку 220 грамм или 11 вот таких вот столовых ложек без большой горки. Теперь сверху на муку я добавляю 7 грамм разрыхлителя или полторы чайные ложки. Также в тесто я добавлю примерно пол чайной ложки соды пищевой или 2-3 грамма. Слегка все между собой перемешиваю и просеиваю. Для чего я дополнительно добавила соду, я напишу вам об этом в описании. Кому интересно, заходите и читайте. Теперь хорошо все перемешаю, чтобы не было комочков. Это все также можно сделать и миксером. Получается вот такое вот густое тесто. Оно уже начинает пузыриться, пошла реакция разрыхлителя, соды. Сейчас все нужно очень быстро переложить в форму. Форму я также подготовила заранее, смазала сливочным маслом и посыпала панировочными сухарями. Если у вас нет такой прямоугольной формы, можно использовать вот такие вот одноразовые формы. Вам понадобятся две штучки, тесто разделите ровно на две части. Обычную форму также можно просто застелить пергаментом и не смазывать маслом. Теперь при помощи палочки я провожу вот такую вот линию вдоль формы. У меня получается вот такая вот не очень глубокая лунка. Теперь сюда немного наливаю растительного масла. Снова проведу вот так вот палочкой. Делаю я это все для того, чтобы на кексе во время выпекания появилась равномерная трещина. Форму с тестом я отправляю в хорошо разогретую духовку на 180 градусов, режим вверх-вниз, выпекаю в середине духовки. Первые 40 минут духовку я не открываю. Как только хорошо вот так вот зарумянился кекс, я проверяю его на готовность. На моей зубочистке есть тесто, я снова отправляю кекс в духовку. Проверю еще через 5 минут. Зубочистка полностью сухая, кекс готов. На приготовление моего кекса ушло 45 минут. У вас на это может уйти чуть больше времени, все зависит от вашей духовки и от формы, в которой вы будете выпекать. Если так получилось, что у вас верх подрумянился, а внутри еще не готово, накройте кекс фольгой и продолжайте дальше выпекать. Готовый кекс я оставляю примерно на 5-10 минут для того, чтобы он остыл в форме. И после этого переношу на решетку, оставляя его так до полного остывания. Когда кекс полностью остыл, можно приготовить глазурь. Для этого нужно смешать сахарную пудру с соком лимона. Густоту глазури вы регулируете самостоятельно. Чем больше вы добавите сахарной пудры, тем гуще и светлее получится у вас глазурь. Глазурь очень быстро высыхает, поэтому практически сразу можно резать кекс. Друзья, это очень вкусный кекс. Он на самом деле получается нежным. У него очень приятный сливочный вкус, сливочный аромат. Дополнительно он также пахнет вкусным лимоном. Я всем советую попробовать приготовить этот кекс. Я уверена, что многим из вас он понравится. Посмотрите, какой он получается воздушный внутри и при этом остается влажным. Это очень вкусно! Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Готовьте с удовольствием, не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много интересного и вкусного. До новых встреч!